Микс Ньюс. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире руководитель общественной организации Парата СПЕКС, Сила Разума, Игорь Кузьмук. Давно у нас не были. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот у нас до этого был директор школы. Мы говорили вообще об особенностях учебного процесса в этот период пандемии, чрезвычайной ситуации. Это, наверное, в полной мере относится и к тем курсам, которые уже, наверное, сколько лет, 12? 18. 18 лет, как бы, вставление бежит, курсы бесплатные, курсы латышского языка организуете. Ну, понятно, что в период пандемии никакие курсы проходить не могли, но вы уже успели до ЧАЭС объявить набор. Что вообще сейчас происходит с курсами? Вот многие записались. Дальше, может быть, несколько слов. Значит, ну, да, так случилось не очень удачно. У нас был 40-й набор, 40-й, 40-й цифр, не очень удачно. Ну, да, вместо трех месяцев нам удалось прозаниматься только месяц. И потом случился вот этот, ну, карантин, было запрещено. И поэтому я просто, конечно, хотел, главное, наверное, почему я сюда пришел, это объявить, сделать объявление всем нашим студентам, которые у нас учились. То есть все те люди, которые у нас учились, пожалуйста, начнем еще раз, но уже теперь с 3 сентября. Я вас приглашаю звонить мне по телефону 2966-5293. 2966-5293. И мы 40-й свой набор теперь начнем, но уже в сентябре. Летом у нас каникулы, это обычно, поэтому будем заново, будем до тех пор, пока это людям надо. Телефон мой известен, пожалуйста. А это людям надо, потому что вы неоднократно увязывали вообще, что в принципе логично, вот эти курсы по обучению латышскому или по повышению знания латышского языка для тех, у кого база есть. Вот, не знаю, с консолидацией общества, с интеграцией. И вот это надо. Есть эта дорога с двухсторонним движением, о которой вы говорили в предыдущих эфирах? Знаете, все довольно просто. Если люди звонят два раза в год, в январе и в сентябре мне, и это последние 18 лет, значит, вот он, вот и ответ на все вопросы. Значит, это надо. То есть мы практически, ну, мы мало даем рекламу, нет особой возможности, но в любом случае все курсы у нас набираются. Значит, это людям надо. Ну, и мы как общественные организации заинтересованы в том, чтобы люди переставали обижаться на страну, несмотря на то, что есть основания для обиды. И все-таки получали гражданство и участвовали во всех выборах и полноценной жизни страны политической. То есть я считаю, что это очень важно. Иначе, ну а как? У нас, вы же помните, наверное, у нас есть основания для обиды, потому что когда-то было гражданство отобрано. Да, вернее, ну, так случилось, что просто обещали и не дали. Кидок произошел в стране. Ну что это? Ну, люди очень долго обижались, а, скажем, те политики, которые в этот момент управились страной, они очень хорошо ей управляли, пока другие обижаются. Так науправляли, что мы видим, что у нас, по большому счету, ну, почти ничего в стране уже не осталось. Да, вот, кстати, об интеграции, об обидах. Вы 9 мая подходили к памятнику освободителям, к валят цветы или нет? Нет, несомненно. 9 мая – это, несомненно, это праздник. А, вот. Секундочку. Это праздник со слезами на глазах, да. Вот по поводу слова «праздник» я должен обратиться к сегодняшнему выступлению президента Латвии, господина Левица. Ну, исходя из его высказываний, я не знаю, вы успели послушать его спичи или нет, вы, господин Кузьмук, не патриот Латвии, потому что настоящий патриот Латвии, как сказал президент нашей страны сегодня, не может вообще праздновать 9 мая. Не может. Я всегда удивлялся. Вот почему президент страны желает быть президентом только одной ее части? И он все для этого делает. У него такой пост. Он мог бы консолидировать общество. У него есть для этого все основания. У него есть законодательная, у него есть политическая инициатива. Он мог бы людей объединить. А складывается такое впечатление, что он после 4 мая сказал лишку, сказав то, что там вот все нужны и русские латыши, да. И вдруг сейчас он насекся, надо бы как-то отыграть назад. И в очередной раз, ну, в общем-то, сказал глупость. 9 мая – это народный праздник. Это народный праздник. И о чем говорит то 9 мая, которое было в этом году. Вот если вы заметили, да, то этим 9 мая, на этот праздник, да, у нас в Риге не было организаторов. Тем не менее, праздник состоялся, люди шли весь день, памятник утопает в цветах, люди соблюдали все ограничения, связанные с пандемией. Ну, конечно, были, наверное, какие-то небольшие, как обычно, когда много людей собирается, какие-то небольшие нарушения, возможно, были. Но, что характерно, не было организаторов, и все более-менее в порядке. Нормально в порядке, совсем в порядке. Ну, организаторы не могли быть, запрещены же какие-то. Это о чем говорит? Это говорят о том, что у людей этот праздник изнутри, от души. И вот мы видим, президент говорит такие вещи. А что говорит Пабрикс? Он же вообще говорит вещи, что если почитатели тоталитаризма пришли к памятнику, то пускай они после этого сами лечатся от ковида. Ну, вот как? То есть, он что, приглашает этим самым, приглашает людей, может быть, задумывается о надобности уплаты налогов в стране? Он, получается, сам провоцирует общество и раскалывает общество, что они хотят. А из чего он взял, что те, кто приходят к памятнику, положить цветы почитателю тоталитаризма? Как он имеет право так говорить? Как он имеет право так говорить? Он не просто политик. Он министр. Он представляет власть страны. Он даже, ну, ладно, был бы общественник обычно, да, или, скажем, маргинал-политик. Такое может быть. Но он не имеет право так говорить, потому что за ним он показывает всю Латвию. Он представляет всю Латвию, когда надо, на международной арене. Как он может такое говорить? что одна часть населения, в принципе, да и пусть умирает, что ли. Что это такое? Наказывать за такие слова надо. Ну, вот так же ведь. И потом, кто говорит, человек, который всю жизнь было дело, отжил в Советском Союзе и получил там образование. Я не говорю, что это хорошо. Я говорю о том, что большинство политической элиты в те времена жили. Ну, за исключением те, кто недавно приехали, как наш президент. За исключением, да? Ну, и как плеваться в это? Плюс о самом празднике. Ну, давайте прямо скажем. Много было спекуляций о том, что это не надо, это плохо, а люди идут и люди празднуют. Кто у памятника, кто на кладбище, там, скажем, возложили цветы. Это значит, что что бы ни было, какая бы ситуация ни произошла. Чем вы вообще объясняете эту, как-то повежливо сказать, даже в какой-то степени истеричную реакцию? Вот сегодня ТБВС в Латвии выступила с заявлением, что мы возмущены, так они и сказали, и шокированы, цитирую дословно, действиями полиции. А что они ожидают, что полиция начнет как? Средставчивый газ используют или стейки? Что должно было сделать полиция? В политическом смысле они обескуражены. Чем же? Потому что 16 марта, когда тоже нельзя было организовывать шествие и пикеты из-за пандемии, к памятнику свободы с цветами пришли единицы. Единицы. А здесь 9 мая весь день шел народ. Весь день. До вечера. И все было аккуратно, и все было культурно. И к вечеру там было просто одеяло из цветов от начала и до конца памятника. И это их, ну как это сказать, плющит, так можно сказать. Извиняюсь за жаргон. Но их это выводит из состояния равновесия. Они не понимают, что они живут в какой-то своей стране, а реальность она другая. Вот она на улице, вот эти люди. Они все патриоты Латвии. Но они все прекрасно помнят свои корни. Ну президент так не считает, к примеру. Ну президент, потому что президент, к сожалению, ну да, то есть он очень долго жил в чужой стране, он не очень знает реалии. Ну скажем, и вису Латвии ТБДНЛ, они не особо знают реалии. Вернее, не знают, но они почему-то хотят обязательно строить свою страну как исключительно для одной нации. Этого быть не может. Я не буду говорить далеко вдаваться, но мы знаем уже примеры некоторых стран в Европе, которые, не замечая часть населения, ввязываются в такую братоубийственную войну, что не могут остановить по 5-6 лет. То есть вот это мы что? Мы хотим вот этого? Зачем? Мы все патриоты Латвии. Мы строим наше государство. И давайте друг друга уважать. Давайте друг друга уважать. Это правильно. Так что, конечно, 9 мая еще можно было бы поговорить отдельно, раз уж мы заговорили о 9 мая, чтобы у нас тоже у самих-то каши в голове не было. В том смысле, каким образом мы отмечаем этот праздник? Тоже в преддверии праздника было много всяких оценок. Что одни говорят, что надо поклониться, скажем, нашим героям, то есть поплакать на могилах и разойтись. Другие говорят, надо устраивать пляски, дискотеки. То есть по-разному. Разные мнения есть. Тут бы я что хотел сказать? По этому поводу хотел бы отдельно высказаться. А вот смотрите. Я так думаю, нам есть смысл, чтобы понимать, как праздновать этот праздник. Надо просто вспомнить документальные кадры 9 мая, реального 9 мая тех времен. Что это было? Это был праздник? Или это был день покаяния? То есть помните, когда поезда с красноармейцами возвращаются, кого где застала победа? И как люди праздновали? Простые люди, гражданское население разных стран. Это все равно праздник. Это праздник. Да, со слезами на глазах. Но это праздник. За любым праздничным столом всегда, ну, как правило, бывает третий тост за тех, кого с нами нет. Вот это такой скорбный тост. Но это праздник. Это очень важно. Почему? Потому что постепенно, постепенно я вижу, что постепенно говорят о том, что вот может быть не особо надо праздновать. Таким образом, может быть, через 2-3-4 поколения может быть уже и праздновать не надо будет, а надо будет уже, что это будет день скорби. А потом покаяние. А потом уже будет неудобно за то, что мы вообще об этом говорим. Поэтому нужно понимать, что... А просто по поводу покаяния, может быть, не совсем мы и не правы, с учетом заявления того же упомянутого господина Паврикса, который сказал, что победителей-то не было. Я, правда, не понял, а гитлеровская Германия, она как? Сама просто сказала, ну ладно, мы там повоевали и разошлись. Я про то и говорю, что постепенно, постепенно подменяется понятие из поколения в поколение. Они потихонечку, потихонечку, по миллиметру, но подменяются. И вот господин Паврикс говорит о том, что до победителей-то не было. А что, были одни побежденные? А мы не были побежденные. Мои предки, да, это победители, я это помню, и буду передавать это в поколения, в те, что будет дальше. И это очень важно, чтобы мы это передавали. Нам никогда в жизни этого стесняться нельзя, мы должны об этом говорить всегда. Мы вместе с латышами, со всеми другими нациями, победители 130-й полк и все остальное. Да, кстати, интересно, что вот в контексте 9 мая, или если кому-то кто-то считает 8 мая, да, это уже вопрос только времени. В Европе было, как мы знаем, 8 мая, в Советском Союзе 9 мая, но вот вне зависимости от этого ведь все забыли о 130-м латышском полку. Где сказано, что памятник освободителям, он не относится к 130-му латышскому стрелку. Ну, конечно, конечно. Несомненно, так как прокатилась война и вообще, скажем, 30-40-е годы в стране, в Латвии, это на самом деле время трагедий, больших, разных, сложных, действительно сложных. И нам надо выйти из этого всего и помнить главное, то есть, что если бы не было этой победы, многих бы стран просто в Европе бы не было. Вот просто бы не было, и это правда. Да, вот в контексте, может быть, 9 мая, ведь мы знаем, что, к примеру, и на противостояние 9 мая можно построить, ну, не только на этом, но в том числе можно напомнить о себе и построить предыдущую компанию. Этот год все равно выборный, правда, уже многие сомневаются. Вот, а ваше мнение, 29 августа выборы-то состоятся наконец? Я имею в виду неочередные выборы в Рижскую Думу. Ну, эта эпопея все интереснее и интереснее. Знаете, вот уже сколько, я уже три созыва работаю в Рижской Думе. Работали. Работали, да. Извиняюсь, осекся. То есть, с января месяца нас как-то уже нету. Понимаете, как, то, что происходит в стране, это, ну, конечно, следствие того, что происходит в стране, мы имеем то, что мы имеем в Рижской Думе. Что происходит в стране? Все же началось с того, что у нас появились новые политики, новое поколение, оно мало помнит советское время, да, но они с очень серьезным опломбом не всегда до конца знают предмет, но они готовы к бескомпромиссному... Бескомпромиссной законности. Бескомпромиссной законности. Да. А вот они пришли в Рижскую Думу, и мы-то их видели, да, вот Пуцци, там все вот, вот, там, Стрикки, Юрош, кто там еще, ну, вот, Бондас, Борданс. Они были, да, мы их видели. Они же шли на выборы с чем? Они говорили, что наша главная идея – это гаст Нилу, да, то есть, вот, свалить Нила. То есть, ну, вот так. Удалось все-таки, да. Правдами, конечно, правдами, неправдами, но это удалось. Конечно, еще, вот увидите, еще по закону, по закону, еще Конституционный суд скажет свое слово, потому что то, в конце концов, за что по закону отправили Думу, ну, как бы, в отставку, да, это мусорный кризис. Этого не случилось. Этого-то и не было. Вот, поэтому еще все впереди, но это другой разговор. Эти люди, их задача была обязательно свалить Нила. Они это сделали. Дальше они двинули дальше. Они пошли дальше в Сейм. Они теперь правящая коалиция. И первое, что сделали, они, конечно, взяли и отомстили. Но отомстили они не просто так. Вот сейчас, например, за секунду забрали порты. Да, то есть, вот, вот, просто сказали, что один господин там у нас, возможно, в американских черных списках, да, то есть, ну, и раз так мы забираем этот, сколько их порт, ну, и заодно, возможно, что-то будет похожее в Риге. И забрали Рижский. Ладно. Получилось, как получилось. Сегодня они их забрали. Дальше что? Вот сегодня в Рижской Думе управляет нежданно-негаданно три человека. Три человека внешне администратора, да, которые поставлены министерством ворам в подчинение бывшего оппозиционера в Рижской Думе, а теперь министра господина Пуца. Таким образом, получается, что, ну, вот, на выборах-то не получилось выиграть, а в раздевалке, получается, получилось выиграть, да. И вот теперь у них милое дело, да, то есть, они могут сейчас принимать любые политические решения, любые, они не ограничены. Они могут реорганизовать любые департаменты, любые комитеты, они могут реорганизовать любые предприятия, Рижская Дума, как угодно. То есть, мало того, что просто людей поставить своих, это другой разговор. Они могут полностью, более того, если дело дойдет до дела, что я не исключаю. Вот сейчас кризис, вот тут принят бюджет, вот бюджет последние там 2-3 месяца недополучают серьезно налогов, да, вполне же возможно. И вдруг бац, и в октябре, в ноябре становится понятным, что в бюджете Риги большая-большая дырка из-за этого. Это вполне может быть. Что делать? Похоже. Брать ли там, скажем, в долг? А может быть, по-другому поступить? И как же? Раз уж такая ситуация, может быть, и вправду, а не отдать ли на приватизацию все рижские предприятия? Естественно, с сохранением акционирования предприятий, с сохранением 51% городу, идея хорошая, зато мы найдем деньги, зато мы не одалживаем. То есть, в принципе, в частные руки перейдет, да? Для начала 49%, а там 1-2% где окажутся, кто знает. Поэтому я не исключаю, поэтому вы говорите, вот будут ли рижские выборы? А зачем? Для чего? Сегодня 3 человека, не имея, не отвечая ни за что, могут сделать Ригой все, что хотят. И это будет по закону, по этому закону, который есть в стране. Это будет законно. Вот о чем что речь. И поэтому я не исключаю, что, в принципе, конечно, может быть и будут, а может быть и нет. Вполне может быть. И какой смысл сейчас уже их проводить, если до очередных выборов меньше года? А вот ваши ощущения, вообще, поскольку вы правильно заметили, что вы были депутатами Брежской Думы трех созывах, ну, до конца третий созыв доработать не удалось, но все-таки ваши ощущения. А вернуты те льготы, которые были отняты или отобраны, называйте, как хотите, под соусом пандемии? Если эти люди политически дальше двигаться не собираются на выборах, им нечего сказать людям, им не нужно, что называется, сделать... Вы не делаете тройку, время... Сделать... Им не нужно делать хорошее избирателям. Им это не надо. У них совсем другие задачи. Поэтому все возможно. Возможно, вернут. Возможно, не вернут. Единственное, что меня, ну, как сказать, в нашей стране я уже ничему не удивляюсь, но я вот думаю, почему все-таки могут быть выборы? Потому что так получилось, что сейчас вот этот вот исполнительный директор, да, который в городе Риге, как в подчинении Пуца, который находится... Исполняющий обязанность. Исполняющий обязанность, да. Она сейчас руководит всеми предприятиями капитала, дали всеми предприятиями города. Держать капитала, да. Да. Понимаете, как? Не много ли получается партии Кусты-Бапар весь город? А ведь у них в коалиции есть пять партий. И они же между собой, наверное, могут сказать друг к дружке, ну, ничего себе. А почему все? Одна партия получила больше, чем половину страны. А мы тут просто сидим со своими, там, не знаю, слабенькими тремя портфельцами, да, то есть какими-нибудь... Да, правительствами, да. Это вполне может вызвать внутренний, как бы, скажем, внутренний конфликт в правящей коллекции, что, ну, господин, там, скажем, Кусты-Бапар, а дайте-ка нам по пару портфелей всем от себя. Или тогда... И тогда сидим спокойно до выборов. Ну, потому что у нас же все же, у нас же все в кавычках людям, читая себе. Поэтому я не исключаю разные варианты, да, то есть, если за это лето, допустим, начнут отдавать какие-то портфели вдруг кому-то, да, там, в другой партии, значит, очевидно, выборов, скорее всего, не будет. Договорились, значит, вот Рига будет, вот этот, тройка управлять Ригой, то бишь Кусты-Бапар. Никто никакие льготы не вернет, да? Да, и главное, и главное, что все это произошло только потому, что они обманули еще и бывшее руководство. Так? Так же было? Да. То есть, это совершенно точно, ну, вот так было. Почему-то случилось, от чего случилось. Как эту трудную нашу лодку, которую трясло, конечно, трясло, как ее грохнули свои же об скалы, ну, жаль. Да, вот интересно, поскольку мы заговорили о выборах, я помню, но это было, по-моему, пару лет тому назад, вы одним из первых, ну, общественных деятелей и политиков, сначала вообще как общественных деятелей, заговорили о том, что пора менять форму выборов. Да, ну вот, одномандатные округа, и, кстати, как раз мы отмечали в этом году, совсем недавно, в 90-м году был избран последний Верховный Совет в Латвии, он как раз еще проходил по этим мажоритарным округам, то есть, одномандатники. Вот вы считаете, что это уместно вообще вернуться к этой системе, когда выбирают одномандатные округа, не по списку, или хотя бы смешанные половины? Ну, опять же, я просто помню те времена, я сам жил те времена, да, когда вот было 90-е годы, 91-й год, да, я прекрасно помню, когда простые люди, которые были на улицах, да, то есть, простые, они ходили с микроприемниками, да, и слушали трансляции из Сейма, да, люди живо этим интересовались, они понимали, что им это надо, им это интересно, они в этом участвовали. И от этого зависит их жизнь. Да, 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 сегодня же всем извиняюсь по барабану, что происходит, народ сам по себе живет, политики сами по себе живут, да, приходят выборы, ну, да, люди пришли, проголосовали, как счета за квартиру оплатить, вот просто, да, не самовникая. Ну, я по привычке за тех голосовал, ну, я за них проголосую, или, допустим, не буду никогда за этих голосовать. Люди, мы, да, если политики думают о том, чтобы страна развивалась и прогрессировала, наверное, первое, что нужно сделать, как сделать так, чтобы люди захотели идти в политику, интересоваться политикой. А значит, нужно поднимать ответственность. Как можно поднять ответственность в этих условиях? Да никак практически. Вся ответственность в том, что идет список, идет в этом списке, в каждом списке, там, скажем, 2, 3, 4, 5 человек известных, остальных почти никто не знает. И вся задача тех, кто внизу, быть удобным шефом. Это, это все, это и все. Это, это не то, чтобы он должен думать о том, как бы сделать так, чтобы, там, не знаю, чтобы потом ответить, если ты получил мандат перед людьми. Он думает о том, как бы шеф не осерчал. И это плохо. Вот это очень вовремя вы сказали, потому что мне все время подбывает спросить у депутатов Сейма, вы не депутат Сейма, можете со стороны посмотреть, но вот сейчас ситуация какая сложилась в подтверждении того, что вы сказали, да, вот сейчас у нас, как, есть законодательная власть, парламент, Сейм страны, и есть исполнительная. Но сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Сейм у нас не на каникулах, они работают. Но все решения принимает правительство, спустя неделю Сейм просто штампует те решения, которые приняло правительство, все предложения оппозиции отвергаются, так возникает вопрос, а кто тут главный в этой стране? Да, да, вы правы. Вот это как раз то, к чему вы говорите. Более того, а еще, а можно еще даже глупо еще сказать, а вообще, честно говоря, есть еще такая организация, которая совсем не политическая организация, да, организации, которые никуда не избираются, ни перед кем не отчитываются, да, но они могут спокойно народного избранника, любого, закатать в асфальт. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду то, что не дать доступ к гостайне. И вот этот человек, который, допустим, не знаю, избран народом, приходит и говорит, вот я собираюсь делать то-то, то-то и то-то. Он говорит, что ты собираешься делать? А, так у тебя нету гостайне допуска. А почему? А это мы за это не отвечаем. То есть мы не можем это обнародовать. Почему? Нету. Вот и все. Это значит что? Это значит, что у нас любая, что у нас спецслужбы могут делать любое, ну, все что угодно. Они могут кому надо дать, кому надо не дать. Имейте в виду допуск. Допуск. А через это, значит, человек либо может в правительстве работать, либо не может в правительстве работать. И другие посты разные всякие, которые дают во важной стране. То есть, значит, получается, что есть голосуй-не-голосуй, а все равно есть люди, которые решают. Ну, это нормально. Я поэтому говорю, конечно, целесообразнее всю эту систему полностью менять. Ну, как ее изменить? Ее можно изменить только двумя-третьями в Сейме. То есть поменять конституцию? Это невозможно? Это возможно только тогда, когда на самом деле, ну, какая-нибудь одна или две или три серьезные наднациональные силы, наднациональные. Объединяться и сказать, ребята, все, ша, надоело. Делаем так, так и так. Значит, может быть, время еще не пришло. Может быть, не пришло время пока. Но пока ситуация такая, что, к сожалению, у нас вводят все последнее. Вот просто порты увели. Сейчас разговор, ну, я не знаю, я могу только как бы предполагать, читая между срок прессу, да, ну, вот сейчас идет разговор о газовом терминале в Скулте. Ну, хорошее же дело вроде бы, да, казалось бы. Зачем? Ну, так, объяснить людям просто. Это же ведь для того, чтобы можно было катарский или американский газ из корабля закачать. И не зависит от России, да. Да. А, чтобы люди пользовались демократическим, американским или катарским газом, а не агрессивным и российским, который в 4 раза дешевле. Теперь другой разговор. А кто-то может по запаху отличить, какой газ мы потребляем? Нет, ну, это понятно. И поэтому и ситуация, понимаете? Охватить придется дороже. Нет, то, что по документам, как будто американские, или там катарский газ, это 100%. А какой будет на самом деле, никто не знает. Вот и все, понимаете? Это очень печально. Но ведь эта страна разворовывается. Говорят люди, так это же замерзающий порт. Да ладно. Что замерзающий? Все равно танкеры не поедут. Или один раз в год. Ну, вот, ну, может да, может нет. Никто не знает, да. Но по-человечески, вот чтобы это все, чтобы все это исключить, совсем другая система контроля должна быть. Да. Вот возвращаясь, может быть, к тому, с чего вы говорили, с чего вы начали, интеграция, курсы, то, что вам близко. Ну, вот вы сказали такую фразу, что вот почему-то президент хочет быть президентом, ну, половины страны. А может быть, он оказался, ну, как вам кажется, заложником вот этой вот политики, когда как? Он знает, кто его избрал, да, какие силы и какие люди его избрали. Он знает, что если он поругает, ну, если так можно сказать, праздновать 9 мая, это пойдет в актив, ведь впереди он, наверное, хочет и на второй срок. А если он поругает 16 марта, ну, часть политического эстеблишмента может не понять. То есть он фактически, ну, представляет интересы тех, кто его выбрал. У нас же не всенародные выборы президента. Ну, вот в этом есть, вот это и есть плохо. Вот это и есть плохо, что он лавирует между тем, кто завтра его будет выбирать еще раз. Это плохо. А если бы за него стоял народ, если бы он понимал, и у него было бы мало того, что он был избран людьми, если бы у него еще полномочий было больше, потому что при тех полномочиях, которые есть сегодня у президента, не особенно в этом есть смысл, да. А вот если бы на самом деле у него там было побольше полномочий, тогда, конечно, человеку простому было бы понятнее и проще понять, что да, вот, скажем, этот большой дядя, я за него голосовал, он мне за эти 4 года не понравился, больше не буду. Или наоборот понравился, потому что он сделал то-то, то-то и тот. Вот, и это понятно. Когда не в закрытом голосовании принимается решение какое-то, да, которое мы не знаем, а именно открыто и просто. И тогда человеку перед урной, выборной, проще, проще и понятнее себя вести. Мы этого хотим, надо это делать. Мы просто, нет, мы все равно к этому придем. Раньше или позже. То есть, ну, наверное, уже позже теперь, да, но все равно у нас нет другой дороги. Если мы хотим прогресса в стране, ну, не может быть по-другому. Мы теперь зашли в тупик. Осознать надо это. Ну, просто нужно взять и осознать. Или просто сделать вид, что все в порядке. И жить в зазеркале, как мы живем. И по национальным вопросам, да, которые, ну, вот, с упорством, не знаю, с каким упорством человек работает исключительно на одну часть населения и говорит, что мы строим латышскую Латвию. Слушайте, мы не строим латышскую Латвию. Латвия многонациональна и по конституции тоже. Но латышский язык государственный, с этим никто не спорит. Все должны знать, все должны общаться. Но, простите, мы многонациональная страна, и это факт. Мы с этим никуда не денемся от этого. Можно говорить, что этого нет. Ну, вот цифры посмотрите. Можно говорить, что и 9 мая, да, никто не отмечает. А люди приходят, да? Плохо, что люди, что-то непатриотично, но ты это с молоком матери. Ничего с этим не сделаешь. Ну, как ни крути, мы в основном русско-латышское общество. И если 10% людей кричат, что Россия и русские – это плохо, то все 90% остальных людей сидят просто и молчат, да? Но все равно делают, живут по-своему. То есть, получается, что мы поддаемся агрессивным 10% людей. И в конце концов, это нам невыгодно. И по, скажем, торговле с Россией, и всем остальным. Потом, русский человек, он патриот Латвии. Но он никогда не будет против России. Это тоже правда. В основном. Не будет. Ну, просто не будет. Потому что это его родина. Он просто априори, ну, как человек, даже если, допустим, не дай бог, у кого-нибудь мать плоха, он все равно плохо, они никогда ничего не скажут. Да, вот так вот время, быстрый эфир у нас подходит к концу. Все-таки, вот тогда возникает вопрос, а к кому тогда обращался Сейм накануне 9 мая, по-моему, 8 мая было пленарное заседание Сейма. 7 мая, я извиняюсь. И было принято воззвание о том, что действительно никакой вообще победы не было. И Россия интерпретирует историю, как ей там вздумается. И вообще никакого праздника тоже нет. Люди пришли как зомби. К памятнику победы, да? Да, да, да. Они просто пришли как зомби. Они просто вот такие... Одурманены российской пропагандой. Вот все мы там уже люди в возрасте, да, и все они... И даже с детьми приходят, да, и будут приходить. Я говорю, что там своя жизнь. А на земле там своя жизнь. Сейме своя жизнь. Они приняли что-то такое, ну, наверное, как больше, не знаю, как сделать хуже, да, то есть, как сделать закон такой более русофобский, более негативный. Зачем? Чего вы хотите добиться? В перспективе. Не сегодня, не завтра, не после выборов. А что мы хотим со страной через 10 лет? Какая она будет? Что русские исчезнут? Не исчезнут. И они другими станут? Не станут. Латыши другими станут? Не станут. Ну, находить общие точки соприкосновения и компромиссы. Не надо строить государство одно общинное. Это невозможно. Просто поэтому невозможно. Пытаться можно, но глупо. Потеряем еще лет 10. Ну, в принципе, вот и все. Да. Ну, что ж, я надеюсь, что все сделают выводы. А может быть, в завершении то, с чего вы начали, для тех, может быть, кто подключился чуточку попозже, по поводу курсов латышского языка, вы сказали очень такую знаковую фразу. Я запомнил, что все-таки пока есть потребность, пока вы чувствуете, что эти курсы нужны, вы будете их организовывать. Слава Богу. То есть и в Рижской Думе это сделано, слава Богу, нашими усилиями. Слава Богу. И введу то, что Рижская Дума финансирует. Рижская Дума финансирует разные общественные организации, которые постоянно делают набор рижан. Это очень правильно. Это надо, потому что государство в свое время очень сильно, как сказать, не хотело этим заниматься. Как это ни странно, да? Она всем доказывала, что русские не хотят учиться. А я говорю, нет, неправда, вы дайте возможность. И вот уже в 18 лет я ничего не делаю, постоянно набираем свои группы. И еще раз хочу просто повторить. Мы собираемся 3 сентября. Мой телефон 2966-5293. После лета, я надеюсь, уже будет все в порядке. Может быть, уже совсем снимется карантин. Ну и даже и в этих условиях по 25 человек мы можем спокойно собираться. Ну что ж, спасибо большое руководителям общественной организации, Пратаспекс, Сила Разума, Игорь Кузьмук. У нас был в студии. Я так понимаю, что Пратаспекс даже, по-моему, больше лет, чем самим курсом, да? 20. 20. Будет. То есть, ну, юбилей, фактически. Ну да, зимой будет юбилей, да. А, ну, я надеюсь, мы это еще отметим. Да, надеюсь тоже. У нас был в прямом эфире. Большое спасибо. Спасибо вам большое.